Здравствуйте! В эфире программа «Ф1» и я, Мария Бодрова, на ближайшие 10 минут предлагаю отправиться в мир инноваций высоких технологий, которые каждый день меняют нашу с вами жизнь. При проведении ряда медицинских процедур, в том числе и операции, необходим кислород. Но иногда случаются ситуации, когда он оказывается некачественным, и это большая проблема, которая может стоить с человеческой жизни. Решение предложил сотрудник Самарского университета Владимир Платонов, один из самых перспективных молодых химиков России. Вместе с командой разработал уникальный портативный газохроматограф. Аппарат проверяет качество кислорода в течение нескольких минут. Как работает система в нашем сюжете. Этот небольшой аппарат, который умещается в кейсе, может спасти тысячи жизней. Устройство для контроля качества медицинского кислорода в полевых условиях разработал самарский ученый Владимир Платонов. Портативный газохроматографический комплекс предназначен для внедрения в систему государственного регулирования лекарственных средств. Не существует портативных качественных методов для определения качественного и количественного состава такого медицинского препарата, как кислород медицинский. То есть нет прибора, который ты взял в небольшую сумку, подошел к баллону, померил, и он тебе сказал полный, качественный, то есть что намешано и количественный, в какой концентрации состав того, что в этом баллоне находится. И эту проблему совместно с Росдрафнадзором мы решали на протяжении последних двух лет. Разработка Владимира Платонова позволяет высоко точно определить все микропримеси токсичных веществ в медицинском кислороде и сказать точно, соответствует ли содержимое баллона тому, что написано в паспорте или нет. Необходимость в устройстве возникла, когда оказалось, что медицинский кислород могут поставлять недоброкачественные организации. Были случаи, когда в баллонах вместо медицинского кислорода оказывался кислород технический или вообще другое вещество. А этот газ используется при вентиляции легких и других важных медицинских процедурах. Мы снимаем так называемую хроматограмму, когда у нас программа пишет в зависимости от времени удерживания показаний чувствительного сенсора, который установлен в приборе. И таких каналов в данном устройстве три. Две колонки с молекулярными сетами для анализа на угарный газ и метан, и для анализа, при котором разделяются кислород и азов. И одна с полимерным ацербентом для анализа на углекислый газ. Результат исследований система показывает, за две минуты портативные газохроматографические комплексы уже направлены в медицинские учреждения в 12 регионах нашей страны. Программное обеспечение написано на русском языке. Если мы говорим про программу управления, там всего три кнопки. Это включить детекторы, включить температуры, начать анализ. А если мы говорим про программу обработки, она обработает хроматограммы автоматически и выдаст вам концентрацию газа. При желании можете выгрузить отчет в ПДФ, и, собственно, на этом вся работа оператора закончена. Тут сложнее подключить прибор к баллону с кислородом. Задумывались ли вы, почему после лета мы чувствуем себя лучше? Отпуск? Безусловно, но не только. На здоровье человека напрямую влияет количество солнечного света. Но наш сегодняшний мир устроен таким образом, что даже летом мы сидим в офисных помещениях. А значит, солнечного света и полезных веществ, мягко говоря, недополучаем. Самарский профессор Василий Пятин нашел решение проблемы и разработал девайс, который с помощью голубого света, попадая на сетчатку глаза, активизирует работу мозга и внутренние биологические часы. Как работает и выглядит устройство, и почему этот гаджет, возможно, скоро станет таким же необходимым, как смартфон? Подробности далее. Стильно, красиво и очень полезно. Если с первыми двумя позициями не поспоришь, третью еще и подтверждают научные исследования. Профессор Василий Пятин показывает в работе очки, нормализующие биоритмы мозга человека. Область применения в жизни и в медицине при немедикаментозной терапии и физиотерапии. У нас с вами часы, то, что называется клок, он вмонтирован в мозг. Там есть нейроны, которые синтезируют белки, как часы тикают у нас. Даже если мы их выделим из мозга животного, положим в искусственную среду, и эти часы будут идти. Нейроны работают, генерируют соответствующие белки. Эти белки будут измерять период активности нервной клетки, длительность ее активности метаболической и так далее. Так вот, именно это регулируется. А начиная с этого мозгового уровня, дальше регулируются биоритмы во всех клетках, в мышцах. И таким образом надо знать, когда тренироваться, потому что у них свой биоритм, связанный с центральным биоритмом. Почки тоже самое связаны с желудочно-кишечным трактом, связаны иммунные системы, связаны. Итак, все завязано на часах, центральных или периферических. Настроить их вот с этим девайсом. Не хотите с этим девайсом, живите в гармонии с природой, там солнце есть с таким же спектром. У всех живых организмов есть внутренние биологические ритмы, грубо говоря, день и ночь. Каждая клетка должна совершать нужные процессы в нужное время суток. Ближе к рассвету организм человека, увеличивая скорость обмена веществ, усиливает кровообращение, ближе к вечеру замедляет. И это напрямую зависит от солнечного света. Так заложена природа, но на деле все, естественно, по-другому. Мы просыпаемся по будильнику, проводим рабочий день в офисе, и в это время полезное солнце видим только из окна. Освещение компенсировать его полезность, естественно, не может. При недостаточном получении света в организме нарушаются биоритмы. Нужно в спектре иметь ту длину волны, которая необходима для целевого включения этой биоритмической активности. Вот этот девайс, о котором мы ведем речь, он именно для этого создан. Здесь, кроме того, что есть источник питания, источник управления, там электронные схемы небольшие есть. Здесь есть еще и светодиоды, которые прикрыты светофильтром специальным. И вот этот светофильтр высекает из света светодиода как раз вот плюс-минус 5 нанометров, где в пике есть 480 нанометров. И этой освещенности достаточно. Когда мы утром одеваем эти очки, мы таким образом включаем дневной, ночной ритм. Далее пошел день, мы их откладываем, и так вечером с 4 до 6 мы тоже одеваем эти очки, занимаясь там своими делами, бла-бла, разговорами. Мы тоже притормаживаем начало ночного биоритма и получаем тот замечательный спектр часов. День, ночь, день, ночь. В среднем, знаете, 15-20 лет. Вот это бы продолжительность жизни у человека должна увеличиться, если соблюдать вот эти ритмы. Нарушение биоритмов вызывает множество неприятных последствий. Это диабет, бессонница, проблемы с иммунной системой, то есть затрагивает практически все области здоровья. Гаджет, разработанный Василием Пятиным, решает этот вопрос. Свет, который излучают очки, аналог голубого спектра солнечного света. Это время с 6 до 10 часов утра и с 4 до 6 часов вечера. По словам ученого, с утра очки могут убрать сонливость, а вечером наоборот. Успокоить все процессы и подготовить организм ко сну. То есть девайс, когда надо, включает организм и выключает его согласно природным процессам. Устройство Василия Пятина не имеет аналогов в России, а по характеристикам излучения оригинально на 100%. Если с солнцем некогда дружить и не очень хочется к этому ритму подстраиваться, вот такой девайс и сделано. Почему в других странах тоже ищут это решение? Я вам перечислю одно устройство в США, одно устройство в Австралии, одно устройство в Европе весьма простенькое. Народ думает о том, чтобы все-таки в реальной жизни поддерживать эти биоритмы и быть здоровым. Вот время начинает расширять понимание, что биоритм это фундаментально для здоровья человека и для его жизни. Разработано и сделано в Самаре на базе технопарка медуниверситета. От первых прототипов до последней версии. Включается девайс одним нажатием, заряжается от USB кабеля. Василий Пятин уверен, что проблемам срыва биоритмов дальше будет уделяться все больше внимания. Возможно, гаджет, который сейчас готовится к серийному производству, через некоторое время станет таким же привычным и необходимым, как смартфон. Это все новости высоких технологий, о которых я успела рассказать за 10 минут. Однако разработчики-инноваторы продолжают каждый день создавать нечто удивительное и высокотехнологичное. Нам же остается лишь выбрать, какие из этих идей имеют право на существование, а какие еще требуют доработки. На этом у меня все. Увидимся в ближайшее время. Берегите себя, своих родных и близких, и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова